Доходы окружного бюджета увеличиваются почти на 1 миллиард рублей. Пополнение произойдет прежде всего за счет налога на прибыль от недропользователей, в том числе доходы от раздела продукции по соглашению с Хариягой почти 350 миллионов рублей. В то же время растет и расходная часть. На какие цели будут направлены средства, на заседание администрации рассказала руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого округа. Это уже четвертая корректировка окружного бюджета с начала года. Такая необходимость – вследствие положительных изменений. Удорожание барреля нефти обернулось для бюджета увеличением налоговых отчислений от недропользователей. В прогнозе на 2017 год цена на топливо закладывалась на уровне 40 долларов за баррель. Однако с начала года цена не опускалась ниже 53. В то же время растут и расходные статьи. Так, более 105 миллионов рублей будет направлено в сферу образования. 33 миллиона 146 на проведение текущего капитального ремонта образовательного учреждения, 13 миллионов 879 на приобретение основных средств, учебники, огнетушители, системы пожарной сигнализации, 2 миллиона 675,5 на выплаты педагогическим работникам сельских населения, по возмещению коммунальных услуг 2200 на человека, 777,4 для ежемесячной стипендии от личников. Также предполагается выделить средства на пополнение фонда в библиотеке имени Печкова, оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно работникам бюджетной сферы, организацию летних лагерей. В сфере культуры и туризма запланированы расходы на фестивали «Тельвиско-арт», «Аргиш надежды», ежегодный турслёт «Дорогами отцов-героев» и выпуск детского журнала «Пунушка» к 1 сентября. К 1 августа в Наринмаре планируется открыть новый офис МФЦ. На заработную плату четырём сотрудникам запланированы 3 миллиона 329 тысяч рублей. Значительные суммы понадобятся для реализации мероприятий в сфере ЖКХ. Увеличивается бюджетное сигнавание 90 миллионов на инвестиции в новые объекты. Прежде всего, 697 тысяч – это мобильная дорога Наринмара-Усинск, 90 тысяч – школа, 90 миллионов, простите, школа на 862 мест, посёлок Искателин. Субсидии в общем объёме более 127 миллионов рублей получит администрация Наринмара. Средства пойдут на создание инфраструктуры в районе старого аэропорта, обустройство городских дорог, снос ветхих домов и благоустройство территорий. Поправки рассмотрят на комиссиях и вынесут на ближайшую сессию собраний депутатов 22 июня.